Всем привет! Рада приветствовать вас в нашем паблик-топ переходной личности. Меня зовут Анастасия Большакова и сегодня я буду интервьюером, подговаривая с нашими ребятами. Ребята у нас сегодня классные. Многие, я думаю, знают, кто они. Это чемпионы Европы, чемпионы двукратной России по парам фигурному катанию, Александра Байкова и Дмитрий Козловский. Поприветствуем вас! И для тех, кто сегодня здесь, для тех, кто смотрит нас по ту сторону экрана, немножечко организационных моментов. Вначале, в первой половине мы поговорим о жизни, закроем слепые зоны какие-то в биографии наших ребят, а во второй половине уже вы, дорогие гости, сможете присоединиться к нашей беседе и задать вопросы, которые наверняка вам не дают спать. Так, ну а теперь, думаю, мы готовы начать. Да, можно только, хочу спросить, скажите, а многих сюда заставили прийти из вуза? Никого? Нет? Ну что? Да ладно, мы шутим. Мы очень рады, что вы пришли и сегодня, надеюсь, у нас получится так душевно провести этот час. Да, я тоже надеюсь. У меня просто письмо на почту пришло. А наши встречи, вот я и пришла. Классно. Так, ну, мы начнем издалека очень сильно. Я знаю, что фигурное катание отдают прям в детстве, в детстве, рано в 3-5 лет. Если ты приходишь там в десятом, в 9-10 лет, то ты прям старик считаешься. Вот как вы начали? Почему родители отдали вас на фигурное катание? Вот, расскажите, пожалуйста. Давайте я начну. Я попала в фигурное катание случайно. Мне никогда не хотели туда отдавать, потому что моя мама занималась фигурным катанием и на себе знала, что это совсем нелегкий вид спорта. И, к сожалению, я пришлось закончить ввиду того, что она часто болела, много пропускала и потом уже не могла просто наверстать. Вот, а я попала на каток в такой ситуации. В общем, меня позвала моя старшая сестра покататься в Спартаке. И я пришла, она не пришла. Меня заметил тренер, который с малышами работал, сказал, что я очень шустрая. Ну, и так вот и попала я в фигурное катание. Моя спортивная карьера – это вообще проект моей бабушки. Ну, это на самом деле так. Меня на каток привела именно она в четыре года. И она на протяжении, наверное, вот следующих восьми лет, до того момента, как я уже начал сам самостоятельно подходить к осуществлению своей спортивной деятельности. Она занималась этим, ездила со мной. И на самом деле это большое геройство, потому что у меня до сих пор не складывается одна вещь, как возможно было, что я в семь утра стоял на льду. И я сейчас, скажем так, в своем уже взрослом возрасте, для меня это просто загадка. То есть, понимаете, я в семь утра стоял на льду, в шесть утра я выезжал из дома, но в районе пяти сорока пяти я завтракал. То есть, этот завтрак был уже готов к этому времени. Это, правда, геройство. Я вообще удивляюсь, как моя карьера сложилась, потому что в моей семье никто не заставлял меня этого делать. Сейчас у многих, скажем так, начинающих спортсменов я прям вижу, как родители, мама или папа занимаются их карьерой, прямо вот их двигают, ездят с ними на соревнования. У меня такого не было. Мне как-то недавно моя мама сказала, что, Дима, если ты хоть раз к нам пришел и сказал, Дима, мам, я не хочу кататься, тебя бы никто не заставлял это делать. Но я могу так сказать, что у меня в детском возрасте были поползновения, скажем так, сменить свою деятельность, но я так бабушку боялся. Что-то у меня было немыслимо, как я подойду к ней и скажу. Мне кажется, что меня вы просто отобрали все мои привилегии. А что-нибудь, кроме страха, мотивировало оставаться вообще в фюкфном катании в детстве? В детстве? Ну вот, да, в детстве. Слушайте, ну, понимаете, я на самом деле могу сказать так, что где-то лет до 13-14 у меня не было такого внутреннего вот прям ощущения большого спорта и большого именно спортивного целеустремления, если так можно сказать. У меня это появилось с того момента, как я пришел в группу к Алексею Николаевичу и увидел, как это все было по-другому, как это по-настоящему работало. Вот я до сих пор помню, мне было, наверное, лет восемь. Я пришел на каток, у меня там, ну, естественно, были какие-то там друзья, знакомства. Я прихожу, мне говорят, я спрашиваю, а где Никита? Это мой друг там был. Мне говорят, Никита сегодня будет. У меня пауза, я говорю, а я что тут делаю? Поэтому вот как-то так начиналась моя спортивная карьера, но уже позднее все обернулось очень таким серьезным и значительным мероприятием, и поменялся подход с моей стороны, в первую очередь. Саша, а тебя что мотивировало оставаться? Ну, мне очень нравилось всегда заниматься фигурным катанием, и я большая непоседа, и, наверное, я не могу сказать, что это прям мотивация, но это была одна из причин, почему я всегда занималась фигурным катанием. Это потому, что я не могла усидеть на месте, и у меня до сих пор есть такая проблема, я вот больше двух с половиной часов, ну, вообще ни в какую не могу сидеть. То есть, когда там мне приходится сидеть на парах по три часа, я, конечно, с ума схожу. Я иногда прошу, чтобы мне разрешили встать постоять. Кардинально. А какое у вас самое яркое вспоминание, связанное с фигурным катанием в детстве, до серьезного вашего спорта? Ну, тут, конечно, сейчас будет одновременно смешно и грустно, но вот из детства я очень хорошо помню, как я была маленькая, ну, я не знаю, мне, наверное, лет шесть было. Мы уже катались, ну, я тогда уже каталась в академии фигурного катания, и там есть три арены. Тренировочная, главное, и малый лед. Это для совсем вот таких вот вот детейшек. И, в общем, мы тогда прыгали с бортика, это было задание тренера, а там бортик, ну, я не знаю, ну, наверное, вот такой или вот такой. То есть, как бы, по сути, их нет. И как упражнение мы прыгали с бортика одинарный акселяр. Ну, и я что-то прыгнула, такая, обрадовалась, такая, думаю, хочу вот с того конца катка доехать до этого и запрыгнуть на бортик. Ну, просто вот запрыгнуть, не прыжком, ничем, просто запрыгнуть. Ну, в общем, я, короче, не рассчитала, я носом въехала в бортик. Было очень много крови. Ужас. Я помню, это было 9 сентября 2009 года. Я объясню, почему я помню, потому что это 090909. Это был олимпийский, получается, сезон 2009-2010. И как раз в Академии фигурного катания, где он тренировался, выступал Евгений Плющенко. И я помню, как я был среди той толпы детей, которые просил его автографа, я получил автограф от него, я получил автограф на своем ботинке и в дневнике. И на следующий день я пошел в школу и всем показывал этот автограф. Мне никто не поверил. Я помню, как мой одноклассник мне говорит, знаешь, Дима, если бы он там выступал, то по телевизору бы показали, потому что ты тут врешь. Так до сих пор никто и не верит, что вы знакомы с ним, правильно? Я не спрашивал, верят мне или нет. Очень нравилось, что пока все там сидят в школе, учатся, я где-то там скачу. Ну и на самом деле я выработала для себя такую систему, что я могу хорошо соображать, вот там считать, писать, вот это все. Именно либо рано утром, либо где-то в 8 и до 10, там 11 вечера. Вот поэтому как с детства повелось, так все. То есть со школой ты не дружила, да? Ой. Ну ты говоришь, уже 9 прошло, 8 еще не наступило. А, ну, потупим немного. Ага. Так, и вам у вас? У меня чудесное было время в школе, несмотря на мои пропуски. У меня сложились прекрасные отношения с моими одноклассниками. На самом деле, вот удивительно, но вот сейчас, спустя уже довольно-таки длительный промежуток, с того момента, как я закончил свое обучение в школе, у меня, знаете, складывается какое-то такое восприятие этого вот, как немножко из фильмов Гарри Поттера. Почему? Ну, не знаю, были какие-то очень теплые, приятные отношения. Мне нравилось, как мы проводили время на уроках, мне нравилось, как мы общались со своими, как я общался со своими одноклассниками, как мы где-то списывали, не без этого, как мы где-то пытались увильнуть от учителя, чтобы, скажем так, не нарваться на вызов к доске. Все это было, и сейчас это вспоминается прям с таким теплом. Мы в анонсе писали, поэтому я не могу не спросить про это, про первую любовь школьную. Помните ли вы ее? Да. Да, было такое. До сих пор это помню. Мне кажется, наверное, был класс пятый, к нам пришла девочка. Она приехала, по-моему, откуда-то из региона, я даже уже не помню откуда. Ну и как-то вот она заняла у нас в классе такую позицию первой красавицы. И я был не единственным, кто, скажем так, пытался чего-то добиться. Я помню, что я написал о своих чувствах к ней ВКонтакте. Это, конечно, было для меня на тот момент очень мужской и непростой поступок. Но я помню, как мне красиво ответили. Мне сказали, что ты в духе знаешь, Дима, ну вот ты фигурным катанием занимаешься, у тебя столько там красивых девочек, вряд ли я выдержу с ними конкуренцию. Да, так что вот такое у меня первое впечатление. Дело не в тебе, дело в мне. Ну, ладно. Слышите. Ну, у меня, на самом деле, первой любви в школе не было, потому что как-то так выходило, что у нас очень было мало мальчиков. И как-то, ну, честно сказать, не очень все были. Понимаю. Хоть первая любовь в жизни была. Понимаю. Нет, чтобы хорошее что-то сказать про свои... Понимаю. Видимо, вот, если ту даму спросить, она тоже так бы с ней сказали. Понимаем, да? Ну, спасибо. Нет, вот, если сравниваешь сейчас мальчиков, которые ходят в школу, смотришь, такие красивые все. А вот в мое детство там... Вот... Согласна. Что-то такое было. Так, ну ладно. Сейчас к более серьезному перейду. Вот в одном из интервью, Дима, ты говорил, что у нас есть институт, тренировки, семья. Это вот в таком порядке именно было. Приоритеты именно так расставлены для тебя и для вас, Саша, в целом? Или нет? Ну, на самом деле я бы поставил бы институту свою спортивную карьеру на одну ступень. Поскольку, ну, это действительно так. Фигурное катание занимает, наверное, сейчас большую часть моей жизни. Это моя основная деятельность, я живу этим процессом, мы делаем это не только ради себя, ради страны в том числе. Но, скажем так, моя семья привела мне такую позицию, что образование – это, наверное, все-таки самая важная составляющая. Спорт – это все чудесно, это прекрасно, но спорт может закончиться в любой момент. Иногда даже от абсолютно независящих от тебя обстоятельств. И единственное, что у человека всегда остается, ну, это его голова. И возможность мыслить, соображать, решать какие-то задачи. И мозг требует, требует постоянного развития, требует постоянного тренинга. Поэтому я бы сказал, что образование занимает нисколько не меньшую часть моей жизни, например, как фигурное катание. Но на данный момент мне удается их совмещать. Совмещать две абсолютно разные деятельности. Но мне это привели в детстве, и я стараюсь сохранять свою эту позицию. Саша, а у тебя как с этим? Ну, на самом деле, у меня схожая ситуация с Диминой, потому что мне всегда и папа, и мама говорили, что образование с тобой навсегда, а спорт – нет. Поэтому надо быть хорошим, образованным человеком в жизни, и тогда все будет хорошо. Ну, то есть семья для каждого из вас стоит чуть ниже, чем образование и спорт? Нет, спекуляция. Да, это шантаж. Нет, можно? Семья – это вообще отдельная. Семья – это абсолютно отдельная. Она ни с кем не конкурирует, ни за что не борется. Она есть, и это абсолютно иного рода монумент, который занимает свою уникальную позицию, я бы даже сказал, просто находится в другом измерении по сравнению с спортом и образованием. То есть, поймите, это абсолютно разные вещи, и сравнивать, и пытаться расставить какие-то приоритеты невозможно. Кто для вас самый дорогой человек? Пять спекуляций. Да что ли? Не обязательно из семьи, может, друг. Нет, это семья. Я, опять-таки, никого выделять из своей семьи не буду. Самые дорогие для меня люди – это члены моей семьи. А что? Ну, конечно, семья в первую очередь. А во вторую очередь – это мои друзья, их не так много, но человек 4 наберется. А часто вы с ними вообще видитесь? Мне кажется, что вы так часто в разъездах, и времени не остается. 4, 4 – это много. Я, может, ошибаюсь немного. Опять-таки, 9 утра уже прошло. 8 утра еще не наступило, да. Ну, некоторые из них просто работают со мной в одной сфере, поэтому с ними часто вижусь. С моей, например, лучшей подругой нет, к сожалению, не часто, хотя живем мы рядом. А у вас общие друзья в основном? Или много разных окружений? Нет, у нас в разных кругах общения. А вот про отношения вас вообще в целом. Вы устаете друг от друга? Да. Да? Ну, как вы себе, может, это представить? Мне кажется, что я с Сашей провожу времени больше, чем со своей семьей. Стабильно с понедельника по субботу с 10 до 6. Так, и как вы боретесь с этим? С друг другом? Я не знаю, не общаетесь, например, на перерывах? Устраиваете какую-то, не знаю, стенку игнорирования? Да, на самом деле, вы поймите, мы же работаем. То есть мы нацелены на результаты в перерывах, мы обычно занимаемся, опять-таки, образованием. Я писал в этом году магистрскую в перерывах, Саша занималась сдачей экзаменов. Поэтому у нас есть чем заняться в перерыве. Понятно. Так, еще у меня вопрос такой был про хейт в комментариях и хейт в целом. Наверняка он есть, я с ним тоже сталкивалась у вас в комментариях где-то, под вашими постами. Как вы на него реагируете и реагируете ли? Нет, не реагируем. На самом деле, вот вы говорите про какой-то хейт, про какое-то негативное отношение. Удивительно, но в наш адрес я... Многие об этом пишут, об этом многие говорят, но я никогда не уделял этому какое-то особое значение. И, скажем так, на себе этого груза негатива я никогда не ощущал. Возможно, он и был, но, поверьте, просто было не до этого. Когда ты тренируешься, учишься, пытаешься отдыхать, ну, нет возможности постоянно сидеть в Инстаграме и читать, что про тебя написал какой-то там котенок 58. Ну, может быть, помните какой-нибудь один комментарий, который задел вас? Я помню, что недавно видела один комментарий, он не задел меня, но мне было очень смешно, я бегала и всем его показывала. У меня недавно была фотосессия, ну, относительно недавно, где я была в образе белого лебедя, и кто-то написал, что кожа до костей и куриные перья, что-то такое. В общем, я бегала, смеялась и всем показывала. Действительно, очень смешно, тематическая такая. Ага, так, Дима, вы говорили, что чувствуете ответственность перед государством. Вот прям цитата ваша. Как давно вы эту ответственность осознаете, и почему вообще берете на себя эту ответственность? Ну, явно не с возраста 8-9 лет. Да нет, конечно, не с 8-9 лет. Я думаю, что осознание этого пришло с того момента, как мы с Сашей стали кататься на международных турнирах, и когда мы по-настоящему первый раз начали представлять не просто самих себя или город, а именно Россию. Поймите, у нас... Во-первых, само фигурное катание. Оно относится все-таки к государственным видам спорта. То есть есть виды спорта более коммерческого характера, такие как, например, футбол, хоккей. Но я имею в виду в массе. Конечно, есть олимпийские игры, чемпионаты мира, но тем не менее. Фигурное катание мы всегда представляем Россию, когда катаемся на международных турнирах. То есть если даже сравнивать с теми видами спорта, о которых я говорила ранее, есть клубы, которые привязаны к городам, иногда к каким-то районам. И команды, которые представляют эти клубы, зачастую они могут включать в себя в том числе и легионеров, а не исключительно, только граждан Российской Федерации. Мы же представляем исключительно Россию. Мы понимаем, что именно страна нас поддерживает во всех аспектах, дает нам возможность тренироваться, выступать, заниматься этой профессиональной деятельностью. Ну и вообще, в принципе, даже если отбросить все эти факторы, мы выходим кататься, вот на лед нас вызывают. И до определенных сложностей на международной арене, когда говорили, на лед приглашается Александра Байкова, Дмитрий Козловский, Россия, Российская Федерация, но это всегда поднимает. Ты понимаешь, что за тобой стоит не просто тренер, не просто тренировки, за тобой стоит страна. И ты выходишь кататься, представляя страну. И это абсолютно другая ответственность, это абсолютно другое состояние. Мне сложно объяснить это сидя здесь, но когда ты выходишь на лед, это сих пор помню момент, вот, наверное, это такой самый знаковый, когда мы с Сашей выиграли чемпионат Европы в 2020 году. И я помню, как начинает играть гимн весь пьедестал российский. Я помню, как я предлагаю ребятам всем подняться на первую строчку. И вот это вот состояние, когда мы смотрели «Играет гимн», мы все стоим на первой строчке, поднимаются три российских флага. Ну вот, наверное, вот только в этом состоянии можно понять, по-настоящему, что такое представлять страну. Очень грамотный, дипломатичный такой ответ. Вау. Депутатский, да. Я учусь в Рамфиксе. Заметно. Так, хорошо. Саша, у меня вопрос к тебе есть. Я когда готовилась, смотрела, что карьера фигуристок, она обычно, вот и эпик, приходит на 18-17 лет примерно, а вот тебе уже 21, насколько я знаю. Вот чувствуешь ли ты какие-то возрастные изменения, что ли, что тяжелее стало тебе заниматься, где-то такие штуки прыгать? Я чувствую. Изменения Саши чувствую? Нет, свои. По-моему, у мужчин, там была статья, в 20-25 лет пик карьеры, так что мужчина в самом расцвете сил. Я к пику только подхожу. Да, вот именно, еще все впереди. Ну, во-первых, это скорее больше касается одиночного женского катания, потому что, ну, как-то вот так случается сейчас, что в 16-17 лет, там, максимальные результаты. Ну, и то не у всех. Посмотрите на Елизавету, только там еще, ну, Алену Леонову, да, в свое время тоже. Вот. А если говорить про себя, чувствую ли я что-то, ну, да, так встали, похрустили, поняли, что сегодня болит, такие, ну, ладно, бенгеем там помажем. А нет какого-то, ну, не знаю, опаски о том, что сложностям будет хуже, результаты будут хуже, ну, вот такие вот. Нет, нет, нет. А почему? Есть только опаски, что будет по утрам тяжелее просыпаться. Да. Да нет, почему мы должны об этом думать? Мы должны жить в том моменте, в котором мы находимся сейчас и как-то переживать и радости, и горести именно этого момента, ну, зачем думать о том, что будет. Мы же не знаем, что будет и как будет. Ну, это да, конечно. Философская. Если бы, вот такой вопрос сейчас пришел, если бы была возможность из фигурного катания, ну, чем это фигурное катание заменить, чем бы вы заменили его? Теннис. Теннис? Почему теннис? Мне очень нравится. Тут микрофон был. Мне правда очень нравится. Большой теннис? Да, большой. На самом деле поразительные истории у меня как-то было, оказывается, вот я для себя недавно узнал в моей жизни такой момент, когда действительно вот думали, чтобы я продолжил теннис. И опять-таки мне было лет 10-11. Я помню, мы были где-то на отдыхе, опять-таки с бабушкой. Она взяла мне тренера, я занимался с тренером, но вы поймите, вот атмосфера, вот как мне пытались, вот мне привить, чтобы я, может, захотел в теннис играть. На отдыхе меня заставляли просыпаться в 7 утра, пока солнце еще не встало, чтобы было нормально играть в теннис. Ну, как вы думаете, вот ребенку в 10 лет понравится? Так ты же говорил, что в 7 утра уже на льду стоял. Это меня заставляли. Это меня заставляли. Мне никогда это не нравилось. Я, кстати, по этому поводу помню очень радостный момент. А как мы, нас должна была отвезти, по-моему, мама на каток с бабушкой, мы, ну, меня разбудили, я в полуобмерщенном состоянии, что-то там съел, стою на улице с одним открытым глазом, так вот засыпая. И мама звонит, ну, точнее, бабушка звонит маме и спрашивает, где она. Она говорит, в смысле, где дома? Она говорит, в смысле, мы на каток опаздываем. Она говорит, мама, сейчас 5 утра, мы только в 6 выезжаем. Я помню, с какой радостью я вернулся домой. Я вернулся домой и пошел спать. Это вот было прям такое приятное состояние. А по поводу теннисов, да, было такое поползновение, но почему-то тогда меня этот спорт не зацепил. Но я нисколько не жалею. Сейчас, например, я часто играю в теннис, и мне доставляет огромное удовольствие, настоящему такую психологическую разгрузку. Саша, у тебя? Ну, я помню, что у нас с мамой был разговор по поводу балета. Ух ты, это во сколько лет у тебя такой разговор был? Нет, это был разговор на тему того, что вот, если бы не фигурное катание, то был бы балет. Вообще, когда я была маленькая, занималась художественной гимнастикой, но я очень четко помню, что мне это совсем не нравилось. Ну, типа, прям совсем не мое. Я думаю, что, возможно, я бы пошла в конный спорт. У меня сестра занимается конным спортом, точнее, все три сестры у меня конным спортом занимаются. И довольно успешно, и я очень люблю лошадей, поэтому, возможно, в этой сфере думаю. То есть, вы рассматриваете только спортивные карьеры, а какие-то там более, не знаю, офисные, что ли? Ну вот, журналист. О, кстати, ну вот, это следующий вопрос у меня как раз-таки. Про планы на будущее мне хотелось поговорить с вами. Есть ли у вас какие-то планы Б после фигурного катания? Ну, все-таки мы же учимся с Дмитрием, Эдуардой учим, и по своим каким-то специальностям мы хотим дальше работать. Я бы очень хотела работать телеведущей, пока не знаю собственные программы, вряд ли, но какого-нибудь доброго утра я бы попробовала, честно. Какого-нибудь доброго утра? На главном федеральном канале страны. Можно начать с регионального Санкт-Петербурга, например, понимаешь? Карьерный рост никто не отменял. Хороший заход, Саша. Ну, можно. Дима, давай, не отставай по планам на будущее. Я на самом деле не люблю говорить о будущем. Будущее всегда непредсказуемо. Есть определенные, скажем так, инвестиции, которые человек в это будущее делает. Например, сейчас мы с Сашей учимся, мы катаемся, мы стараемся получать какие-то уникальные практические навыки. И поймите, у нас же, например, фигурное катание, вид спорта – это не только про выйти на лёд, прокататься. Это сложный процесс взаимодействия с тренерами, с федерацией, с постановщиками, с хореографами. Это всё наука о людях. Умение взаимодействовать, общаться с живыми людьми. Некоторые из этих людей к тебе расположены, некоторые нет. Но тебе нужно каждому найти из них подход. Поэтому мы на данном этапе стараемся получить максимум из той атмосферы, в которой мы существуем. А говорить конкретно о будущем я бы не хотел, потому что мне кажется, что это вещи довольно-таки абстрактные и сложно прогнозируемые. Ну, хитро. Ну, ладно. Без этого. Хорошо, про фигурное катание продолжим. Вот в театре у нас есть всякие приметы перед тем, как, ну, вот, например, если ты гвоздь найдёшь перед выходом на сцену, значит, пройдёт спектакль успешно. Есть ли что-то такое у вас? Вот не в фигурном катании в целом, а конкретно ваши какие-то приметы перед выходом на лёд? Мне нет. Нет? Ничего себе. Я думала, так вообще везде есть. Удивительно. Ну, ладно, да, следующее. Про победы спрошу, самое приятное. Какая победа для вас самая значимая сейчас? Ну, наверное, чемпионат Европы и чемпионат России дважды. Ну, это, в принципе, логично было, мне кажется. Ну, просто, может, какие-то дались особенно тяжело? Чемпионат России этого года. Ну, почему он? Наверное, даже для меня он более значим, чем чемпионат Европы. Я помню, мы как-то давали интервью и спрашивали о… как раз был похожий вопрос. И меня спросили, а почему вот у вас чемпионат Европы не вызывает таких эмоций? Ну, я до сих пор помню, как я смотрел выступления тех спортсменов, которые катались перед нами. Я видел, что, скажем так, они провели далеко не свои лучшие прокаты. У нас был запас после первой программы, после короткой. И у меня было тогда национальное четкое понимание, что если мы сделаем хотя бы два сложных элемента из четырех, мы будем чемпионами Европы. А когда мы прокатали чисто, это было настолько очевидно, я не хочу врать, но мне кажется, что разница тогда первого и второго места была порядка 30 баллов. Ну, 20 с чем-то, ну, с 20 до 30, то есть это пропасть. Поэтому не было такого вау-эффекта. Этот же сезон, в принципе, давался непросто. Мы входили в него с травмой после Олимпийской. Нам требовалось после не самого удачного выступления на Олимпийских играх в Пекине себя собирать и психологически, и физически. И этот чемпионат страны, когда мы выиграли просто какие-то сотые, между прочим, как и, кстати, наше первое чемпионство России, это было очень знаково, это было очень сильно, это было очень важно, и это было очень сложно. И мы до последнего не знали, будем мы чемпионами России или нет. Отсюда, наверное, все-таки важность турнира. Тем более, как бы сказать, когда мы становились чемпионами Европы, у меня внутренне не было состояния преодоления через «не могу». Все было тогда хорошо. Сейчас было такое ощущение, что все-таки преодолеваем себя, чтобы победить. И когда это получается, то это чувствуется совсем по-другому. Я когда еще про вас читала, было много информации про четверной с половиной выброс, как-то так он назывался? Нет, четверной выброс. Четверной, вот, что вы какое-то четыре с половиной оборота сделали. Что это такое? Можете рассказать? Нет, четыре с половиной оборота мы не делаем, это делает единственный человек в мире, это одиночник Илья Малинин. Мы делаем четверной подкрут и четверной выброс. И вот что это такое? Там было написано, что вы там какие-то первые, кто вот эту вот штуку провернул. Почему это классно и вот что это вообще такое? Потому что я вот как нефигурный человек, сколько ни пыталась менять, не поняла. Ну, нет, мы не первые в мире это сделали, понятное дело. До нас многие пытались и немногие выезжали, скажем так, этот элемент, если говорить про выброс. Мы его просто первые сделали на шоу, в рамках шоу. Это, ну, возможно, немножко даже тяжелее, потому что так мы делаем элементы, ну, например, при таком примерно свете, да, при дневном. Ты светло все видишь, тебе ничего не мешает. Во время шоу у тебя освещение, на тебя еще и пушки светят. То есть тебя немножко ослепляет. Как в театре, если выходишь на сцену, ты же не видишь зрительный зал абсолютно. Вот, здесь похожая ситуация. Плюс лед более укатанный, потому что заливка одна всего. И, ну, вот из-за этого складывается впечатление, что четверные на шоу делать, ну, как бы страшнее и сложнее, но нам нет. Да, я слышала, что, Саша, вы вообще считаетесь очень сумасшедшей девушкой, судя по комментариям. Так, ну, и у меня есть последний вопрос. Перед тем, как мы дадим зрителям выступить с вами в беседу, к чему вы сейчас стремитесь, какая у вас цель сейчас есть? К отпуску. Ну, это если из ближайших, то я говорю абсолютно серьезно. Мы находимся уже, скажем так, на финишной прямой этого сезона. А так? Ну, на самом деле, нет, если говорить более серьезно, отбросить шутки, наверное, вот на ближайшее время, лично для меня самая приоритетная задача – это защита магистрской работы. А если с фигурным катанием связана какая-то цель? С фигурным катанием? Ну, все-таки давайте будем, ну, честными. Конечно, мы… Главная цель любого спортсмента в нашем виде спорта – это Олимпийские игры. И мы планомерно движемся в этом направлении. Только единственное, я бы сказала, не Олимпийские игры, потому что мы уже на них были, а золотая Олимпийская медаль. То есть у вас единая цель – это именно по спорту? Конечно. А личная ваша цель какая? Саша, твоя. А, моя? Да, да. Вы шла у Димы магическая. Ну, у меня в следующем году только диплом, поэтому таких как-то… Поэтому пока целей нет, пока Саша отдыхает. Ну, да. Что-то типа того. Ага, хорошо, спасибо. Добрый день, здравствуйте. Нам было бы, я думаю, всем очень интересно послушать про вашу суп в ней, да? Может быть, какие-то есть интересные увлечения? Что-то, что я говорил ранее, теннис, прогулки. Манистерская? Да нет, все-таки говорят именно про досуг. Я, на самом деле, на удивление, уже давно с отцом не ездил на рыбалку. А занятие – это очень-очень интересно. Ну, поймите, у нас тоже непростая, сложная деятельность. Иногда требуется заняться слегка такой деструктивной деятельностью. Что-то… 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 Состояние уже изнеможденной лошади. Поэтому, нет, мы даем себе возможность отдыхать. Встреча с друзьями. Приятный вечер в каком-нибудь хорошем месте. Поэтому, я думаю, что все, как у обычных людей, ничего сверхъестественного. Здравствуйте. Спасибо вам большое, что вы уделили нам время. Вот у меня возник такой вопрос. Вот вы вот сказали, что ваша цель – это золотая олимпийская медаль. Вот мне интересно, что из того, что дает олимпийская золотая медаль, возможности, чувства самовынтворения, вот вас мотивирует? Вот в чем именно, в чем конкретно вот ее прелесть для вас? Спасибо. Очень хороший вопрос. Мне правда вопрос очень хороший. Ну, для меня золотая олимпийская медаль – это в первую очередь показатель того, что я реально лучшая в мире. В данном случае мы лучшие в мире. Это для собственного какого-то удовлетворения больше, нежели для какой-то славы или, я не знаю, каких-то дальнейших открытых путей. Нет, это больше для себя и, возможно, для своей семьи, что показать, что вот, ребенок-то молодец, достиг чего-то. Знаете, мне кажется, что вот именно в вопросах не только олимпийской медали, но и любой другой какой-то глобальной задачи, которую человек перед собой ставит, самое важное – это даже, наверное, не то, что важное, интересное. Это не достижение этого результата, а тот путь, который ты проходишь, пока к нему идешь. На самом деле, просто я могу судить по тем наградам и регалиям, которые мы уже с Сашей завоевали. Допустим, я до сих пор помню, как мы только начинали наш юниорский спорт, нашу юниорскую карьеру, и для нас тогда чемпионат России – это было что-то невозможное, это было что-то такое прям очень крутое. И вот мы стали чемпионом России. Два раза уже. И мы как-то это воспринимаем очень спокойно. То есть нет какого-то такого внутреннего вау-состояния по уже пройденному этапу. Но я вспоминаю, как мы к этому шли, через что мы преодолели, какие сложности мы оставили позади. И вот именно это, наверное, основная цель, это даже не олимпийская медаль, это задача прожить жизнь со смыслом. Прожить интересную жизнь, которая была бы наполнена не просто только тобой, вы знаете, как это жизнь ради себя самого. А хочется все-таки что-то дать, хочется что-то сделать. И я думаю, что та же олимпийская медаль – это лишь как один из этапов глобального пути, который называется «Жизнь Дмитрия Козловского» или «Александры Байковой». Здравствуйте, спасибо большое, что пришли. В этом году, в этом сезоне, выросла популярность худного катания в России. И, например, в Москве было много мероприятий, как, например, Евгения Медведева и Алексей Кузин проводили в этой уроке на Лайн-Парк. Было бы вам интересно, как он поучаствует, если бы федерация в Санкт-Петербурге это проводила, и как вы вообще относитесь к таким мероприятиям? Ну, понятное дело, мы к данным мероприятиям относимся позитивно, потому что развитие нашего вида спорта – это круто. Нам нравится, когда больше людей привлекается для просмотров и посещения соревнований. Да и, в принципе, наверное, фигурное катание – это тот вид спорта, который может помочь людям в какой-то части стать увереннее в себе, потому что, когда ты катаешься, все на тебя смотрят. Это может поднять твое здоровье, потому что, когда я была маленькая, я часто болела, как только я начала заниматься фигурным катанием, мой иммунитет вырос. Ну и просто это, наверное, приятное времяпрепровождение, и многие зимой катаются на коньках, встречаются со своими друзьями именно на катках – это всегда весело. Но главное, чтобы это было менее травмоопасно, и как раз, наверное, вот такие мероприятия, как мастер-классы, могли бы этому способствовать. А ты пойдешь на каток с друзьями встречаться? А я ходила. А я не пойду. В 9 утра. Не в какое время. Почему? Не хочу. Спасибо, что пришли. И, наверное, два вопроса. Первый – это дадите ли вы своих детей в спорт, фигурное катание? Нет. Потому что, когда вы приходили, это были другие мероприятия. Сейчас они совершенно другие в плане спорта. И второй вопрос. Задумывались ли вы о такой награде, как «Золотой шлем», потому что вы же его еще можете получить? У вас большие шансы на это. Думали вы когда-то об этом, ставили тут себе цель еще до этого? Или не было? «Золотой шлем» вы имеете в виду выиграть все турниры? Да. Все награды в один состав. В один? Вообще в целом. Тут мнения разошлись. Знаете, я честно скажу, я, мне кажется, с очень большим скептицизмом и с сомнением отношусь к вероятности, что мои будущие дети пойдут в фигурное катание. Мне кажется, что не надо. Да. Да, это звучит... Приятнее. Приятнее для меня и симпатичнее. Потому что проводить и дальше время на катках не хочется. Меня достаточно. А что касается выиграть все старты в один сезон или вообще, очень сложная задача. Мы к ней движемся, мы к ней идем. Но так или иначе, для того, чтобы достигнуть определенные... В результате мы ждем турниры, нам необходимо, чтобы нас, как минимум, до этих турниров допустили. Да. Поэтому именно, чтобы было бы очень чудесно. Поэтому мы ждем. Но, конечно, любой спортсмен хочет побеждать на всех турнирах, где он принимает участие. И мы не исключение. Здравствуйте. У меня вопрос о ваших программах. Вы очень разноплановые, правда. И можете вообще на виду совершенно любой образ раскрыть, что очень восхищает. Даже в этом сезоне у вас произвольная подклассика, она карельная, а короткая программа достаточно современная песня. Вам самим что ближе катать и что больше нравится, когда есть образ какой-то, и вы знаете, что катать. Или есть композиция, в которую вы что-то свое можете вложить. Вот. Спасибо. На самом деле у нас есть такая тема с Димой, что мы в основном... Все наши программы, если брать, которые мы катали, они все образные как раз. И сейчас мы хотим постепенно от этого уходить, потому что мы хотим развиваться в этом направлении, потому что идейные программы катать гораздо сложнее. Но при этом в идейных программах есть такая своя фишечка, что каждый понимает ее по-своему. Да, у нас у спортсменов всегда спрашивают, что вы катаете, расскажите там свою историю и все такое. Но когда зритель впервые видит эту программу, он все равно воспринимает ее через свою призму. И вот мы хотим двигаться в этом направлении, чтобы развиваться в плане того, чтобы уметь катать и то, и другое. Потому что, конечно, когда конкретный образ, тебе легче попасть и легче быть понятым, скажем так. Но вообще мне хитроу-джек очень нравилось в этом году. Нас тоже, спасибо. Добрый день. В декабре 2022 года прошел чемпионат России впервые в истории по прыжкам и элементам. И вы участвовали только в командном турнире, потому что для пар не было личного. Хотелось бы вам, чтобы фармакатание как одиночным был личный турнир, и чтобы в нем участвовало достаточное количество пар сборной России. Хотели бы вы также побороться за золото чемпионата России по прыжкам? Ну, мне кажется, турнир был очень интересный. И действительно, если парное катание... Понимаете, для того, чтобы получить возможность вот именно такого личного турнира в парном зачете, необходимо, чтобы глобально изменились правила. Потому что только, скажем так, резонность и целесообразность исполнения сложнейших или нечетверных элементов, а это может быть достигнуто только посредством повышения их базовой стоимости, может дать какой-то трамплин для глобального движения парного фигурного катания вперед. Сейчас происходит некий застой. То есть уже на протяжении длительного времени глобальное парное катание не развивается. Многие делают одни и те же элементы, и это происходит именно техническую составляющую. Это происходит из-за нецелесообразности исполнения элементов повышенного уровня сложности. Поэтому, если это случится, я думаю, что многие российские пары начнут рисковать, двигаться вперед, и тогда, мне кажется, этот турнир имеет место быть. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Лиза. Спасибо большое, что вы организовали такую встречу. Очень интересно. У меня два вопроса. Первый появился, поскольку вы сказали, что движетесь в корпус очень. Что-что? Уверенно, в корпусе двигаетесь. В корпусе. Лежа планирую провести. Очень хочется отдохнуть. Но вообще, я бы очень хотела побывать в Новой Зеландии, но пока что я туда доехать не могу. И на самом деле, одна бы не хотела, хотела бы со своими друзьями там побывать. Но это же надо силы найти, да туда доехать. Правда, самое главное, хорошо отдохнуть. А по поводу мест, у нас в России и в мире огромное количество точек, локаций, которые, мне кажется, человек должен увидеть своими глазами. И пока что у нас нет возможности путешествовать в достаточном, в том количестве, в котором мы хотели бы, поскольку у нас есть очень лимитированное время, которое мы можем посвятить отдыху. Но надеемся, что в будущем у нас уже, скажем так, на другом этапе нашей жизни этого времени будет больше. И второй вопрос. Давайте так немножко помечтаем, представим, что вы поймали золотую рыбку. И у вас есть три желания. Какие вы бы загадали? Очень хороший вопрос. А почему три? Ну, как в сказке. Ну, а почему не поменять сказку? Ладно. Пять. Десять. Заберите все. Не тетрадьку, пожалуйста. Ну, то есть я должен список составить. Подождите, ну поймите, вот чем меньше вариантов желаний, тем надо более ответственно подойти к этому вопросу. То есть, вы знаете, это как со стратегией. Нужно сесть, изучить сеза и против. Я не могу вам сейчас ответить, какие три желания я бы назвал. Ну, не знаю. А можно желание увеличивать? Давайте попробуем. Ну, в таком случае я буду желать всего, чего хочу подряд. Высочи, код, приедем. Здоровья. Пожалуйста. Ну, мне тоже довольно сложно назвать, конечно, три желания. Согласно с Димой, что надо подумать. Но, наверное, очень бы хотелось здоровья побольше. Для кого? Ну, хотя бы для меня, моих близких и друзей. Это же не считается за три желания, правильно? Нет, это считается именно за три желания. Нет. Это же касается одной темы, здоровья. Хотелось бы, конечно, побольше счастья и свободного времени. Наверное, что-то такое. Спасибо. По свободному времени, Саша, очень такое специфическое желание. Ты, надо их формулировать прям конкретно. Ты фильмов не смотрела, ты еще одну ночь не читала. Я сказала, что мне надо подумать. Я просто озвучила, что сейчас в голове. Я озвучила три желания. Это малая часть. Мы добавим ей еще партию сюда. Я с ней поделюсь, у меня бесконечная. Добрый день. Вы очень много внимания уделяете обучению. Какие самые интересные дисциплины на вашем направлении? Спасибо. Нельзя такие вопросы задавать. Представляете, кто-то из преподавателей посмотрит и обидится. Ну, интересно. Это не обязательно. Что остальные плохие? Ну, лично мне очень интересно все, что связано со словом и с языком. Поэтому мне очень нравится культура речи, стилистика и литературное редактирование. И, как ни странно, экономика. Экономика и история. Здравствуйте, меня зовут Рината. Они, наоборот, очень похожи. И в этом часто бывают проблемы как раз. Но вот, как ни странно, да, обычные девушки должны как-то более быть такие гибкие, плавные. Но у нас Дмитрий Эдуардович наводит порядки. А ты наводишь суету. Да, я навожу суету обычно. По поводу чего мы ссоримся. Это правда не ко мне. Я вообще человек очень мирный. И более того, я как бы... Моя душа требует мирного сосуществования. Все время, как у нас Александра иногда пребывает в повышенном эмоциональном состоянии. Но надо дать должное, что с годами она только лучше. Потому что миров не хватает. Добрый день. Есть ли у вас какая-нибудь интересная, возможно, забавная бытовая история из жизни в Олимпийской деревне? Надо вспомнить. Правда, вот так сходу невозможно ответить. Просто вы поймите, у нас, во-первых, была очень такая специфическая Олимпиада. Она была с ковидными ограничениями. Мне кажется, такого хочется верить, что больше не будет. И поэтому, на самом деле, мы очень много времени проводили в своих номерах. Да, мы гуляли, но это были абсолютно обычные прогулки. Все-таки мы были сконцентрированы в рамках деревни. Мы были сконцентрированы на соревнованиях. Тем более, что мы в Олимпийской деревне провели очень много времени. Парное катание практически, ну, не практически, оно закрывало, оно проходило в предпоследний день в Олимпийских эках. На следующий день, по-моему, был только финал по хоккею. И поэтому мы пребывали, знаете, в несколько таком замороженном состоянии. То есть, когда спортсмен находится прямо в преддверии выступления, он себя как будто примораживает. То есть, он находится в... Пребывает, знаете, как некая такая субстанция, без эмоций, без желания чем-то, как бы сказать, вот именно таким радостным для себя заниматься. Он сконцентрирован, слушает себя, свое тело, свою психику. Поэтому, как-то, оно было не до истории, а по окончании Олимпиады мы сели на самолет и улетели. Печальный тоже вопрос. А четвертое место на Олимпиаде, вот как оно повлияло? Это же такая ситуация. Ну, не из приятных, наверное, или, в принципе, не особо расстроено, все равно достижение. Ну, честно сказать, мы, конечно, очень сильно расстроились. То есть, я помню, как я плакала и просила у Димы прощения, потому что, ну, как бы, я допустила ошибки. И, ну, как бы, мы сами понимали, что эти ошибки ни на что бы не повлияли, и, скорее всего, мы бы так четвертые остались. Но мы недавно пересматривали прокаты с Димой, именно олимпийские. И мы с уверенностью можем сказать, что мы ими можем гордиться, потому что они реально были очень хороши. Они были на высочайшем уровне исполнены, да, были небольшие помарки. Но лично я горда тем, как мы катались и как мы представляли свою страну на тех соревнованиях. Вот. А возвращаясь к вашим предыдущим вопросам, из приятных воспоминаний в деревне, это то, что меня Дима научил играть в пинг-понг. Хоть как-то. Не играть в мячик, перекидываясь. Ну, хоть как-то, я же говорю. Здравствуйте, меня зовут Даниил, рад вас видеть. У меня два вопроса. Первый касаемо вашей карьеры и планов на будущее. Видите ли вы себя в роли тренеров и хотели бы развиваться в этом направлении? Второй вопрос, возвращаясь к четверному вопросу, кто предложил попробовать и как долго готовились к выполнению столь сложного элемента? Спасибо. Еще раз первый вопрос, можете? Тренером не хотим ли мы быть? Мы ответили по поводу своей будущей карьеры, мне кажется, довольно-таки развернуто. Сложно говорить. На данном этапе своей жизни я себя как тренера не вижу. Я уж тем более. А, ну а про четверной выброс предложила я попробовать. Готовились, я не могу сказать, что мы долго готовились. Были просто моменты, из-за которых нам приходилось откладывать все время первую попытку без страховки. Это и травмы, это и отпуск, и все на свете на самом деле. Мне сложно сказать, сколько попыток мы сделали со страховкой, потому что, когда я переходила в пары, когда мы только вставали в пару с Димой, мы также делали со страховкой четверной выброс сальхов. Но это было так, типа, поразвлекаться. Ну и тогда, конечно, никаких планов насчет того, что мы будем его делать когда-то у нас не было. А в более, так сказать, осознанном возрасте, ну, наверное, ну раз 20 со страховкой сделали, да пошли без нее делать. Я думаю, что если у кого-то есть желание, то мы готовы, скажем, сфотографировать, господи. Кстати, этот выпуск мы снимаем в молодежном пространстве «Просто». Это сеть бесплатных каворкингов для молодежи в четырех районах Петербурга. Здесь ты можешь взять ноутбук, забронировать лекторий, каворкинг или прийти на мастер-классы или лектории. Они тут почти каждый день. И все это за 0 рублей. Регистрируйся на сайте Просто.Рэп и приходи в пространство возможностей. А еще здесь бесплатные кофе и чай.